И так некоторые люди живут в будущем. Как определить, что ты в будущем живешь? Времени на что не хватает, постоянная суета. Кушаешь очень быстро, торопишься. Если отдыхаешь, то просто балдеешь, ходишь. Нет глубокого отношения с собой. Люди думают, они едут на курорт там, просто они там отрываются, напился там. На пляже валяются целыми днями, на солнце. В воде на пляже думают, господи, что такое. То воду в воде надоело, а на солнце надоело. В воду надоело. Выпить что ли? Ну выпил, надоело что-то. Вот он отдыхает, видимо, мается, ходит. Музыка не та, хорошо, теперь та. Ну чуть побалдел. Что-то еще надо. Ну бабы, наверное, не хватает. Вот, ну то есть мучается, ходит. Не знает, это все вот виды наслаждения, вот эти вот пляжные. Это просто отвлечение от судьбы. Никакой победы над судьбой не идет в это время. А у тебя же отдых, вот это отдых означает победы над судьбой. Природа дает, конечно, победы над судьбой, но надо на ней по-другому себя вести. И девушке говорю, вам надо сейчас двигаться. Она говорит, я весны жду. Замечательно. А я побегу завтра. Прямо по снегу. И буду счастлив. Прямо завтра, с утра. А то, что я буду это делать с утра завтра, я сегодня уже счастлив. Потому что организм знает, что он насытится, и поэтому он может активно жить. Он знает, что сегодня можно выложить, завтра все равно зарядка будет, заряжаться будет. Поэтому, как бы, счастье всегда. Можно сильно отдавать, потом сильно восстанавливаться. Для этого нужно знать, что такое жизнь. Жизнь — это не расслабление, это не пляж. Жизнь — это аскеза, в которой ты становишься счастливым благодаря труду над собой. Есть труд, который объединяет тебя с природой, есть труд, который объединяет тебя с людьми, а есть труд, который объединяет тебя с Богом. Любой труд — это победа над судьбой. Что такое судьба? Это сила, которая мучает человека. Всегда. Говорит, а у меня хорошая судьба. Ну, сейчас пока. Потом будет тяжелее. И так все время меняется. И так есть сила. Человеческая жизнь предназначена только для совершенствования, для развития. Не для счастья. Только для совершенствования. Счастье приходит как награда к человеку. Но мы внутри, вот я тоже, я когда расслаблюсь, думаю, когда же я приеду домой, буду отдыхать. Я так уже наездил. У меня так внутри говорят. У каждого человека есть желание расслабиться, быть счастливым, отдыхать. Такое желание есть. Ну, это просто фантазии, мечты. Потому что жизнь человеческая предназначена для труда над своей судьбой. Она предназначена для жертвы, для отдачи. И когда человек честно это делает, он становится счастливым. Честно. Есть разные направления. Все зависит от того, что нужно для судьбы. И так судьба влияет на тело. Время влияет на тело. Что такое время? Время это сила, которая вытаскивает трудности из судьбы. Судьба находится в сердце. Там есть такая психическая энергия, которая связана с нашим прошлым. Все, что мы делали, мы должны за это отвечать. Время вытаскивает силу из этого прошлого. Настоящее. Время старит тело. Каждую секунду. Маленький ребенок рождается. Он старее. Но при этом, так как у него есть жизненная энергия, много жизненной силы, он растет, развивается. Когда жизненная энергия становится слабее времени, тогда он начинает угасать. Но если человек понял, что такое жизнь, что это аскеза, он много сил от природы берет, он много аскез совершает, то тогда он продолжает развиваться, несмотря на то, что время гасит его. Ну то есть у обычного человека там ближе к 40 и пошел период уже он слабеет, теряет силы. А бывают аскетичные, сильные люди. У него и в 50 идет как бы сила увеличивается. Такой человек может 100 лет, допустим, прожить. Почему? Потому что он знает, что жизнь это не расслабуха, нужно содержать аскезы. Вы видели долгожители, как они выглядят? У них очень твердый взгляд, такие они, как камни такие. Это значит, что он понял, как надо жить просто и все. Поэтому он долго живет.